Говорит Черкесск Доброе утро! На календаре вторник, 30 мая, в студии Валерия Дагужиева. И вот главные новости республики. Официальная хроника. Премьер-министр региона Аслан Озов провел заседание правительства республики, на котором члены кабинета министров приняли проект республиканского закона и о внесении изменений в закон об отдельных вопросах градостроительной деятельности в Карачаево-Черкесии. Еще один вопрос касался правил, определяющих структуру и порядок представления сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения. Минстрой республики выступит уполномоченным органом, который будет осуществлять сбор информации о ситуациях на автомобильных дорогах в Карачаево-Черкесии. Сформированный материал будет направлен в Министерство связи и массовых коммуникаций России для его дальнейшей интеграции в существующие российские информационные системы. Председатель правительства Карачаева-Черкесии Аслан Озов встретился с руководителем Кубанского бассейного водного управления Геннадием Соловым и начальником отдела водных ресурсов Дугером Темрезовым. Стороны обсудили комплекс вопросов по расширению взаимодействия органов власти Карачаева-Черкесии с Кубанским бассейным водным управлением в области охраны и использования водных объектов. Под руководством заместителя председателя правительства Карачаева-Черкесии Сергея Смородина прошло рабочее совещание по вопросу внедрения государственной информационной системы ГИС ЖКХ. Органы местного самоуправления обязаны размещать в государственной информационной системе ЖКХ информацию о домах, находящихся в муниципальной собственности и домах индивидуальной жилой застройки, об объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения, осуществляющих поставку ресурсов и коммунальных услуг в многоквартирных и индивидуальных жилых домах и т.д. Министр сельского хозяйства Карачаева-Черкесии Дахир Беддаев совместно с главами Хабесского и Прикубанского муниципальных районов республики осмотрели состояние земель сельскохозяйственного назначения на предмет подтопления, смыва почвы и образования оползней после затяжного выпадения осадков. В ходе посещения хозяйств руководитель аграрного ведомства поручил начальникам сельхозуправления посчитать нанесенный сельскохозяйственным культурам урон и оценить масштабы потери. В администрации Ужгутинского муниципального района состоялся выездной прием граждан министра сельского хозяйства Карачаева-Черкесии Дахир Беддаева. Жители муниципалитета в основном интересовали вопросы, связанные с получением различных субсидий и дотаций, участия в республиканских целевых программах, возможности поступления по целевым направлениям в аграрные вузы страны и т.д. Черкесский под председательством министра образования и науки Карачаева-Черкесии Ирины Кравченко состоялась очередная коллегия возглавляемого ею ведомства. Участники мероприятия рассмотрели вопросы, касающиеся организации горячего питания в образовательных организациях республики, их готовность к летнему отдыху и другие. Вы слушаете Радио России, Карачаева-Черкесия. Новости экономики. В рамках 9-го Международного экономического саммита России и стран организации исламского сотрудничества Карачаева-Черкесия и Российско-Египетский деловой совет подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководитель корпорации инвестиционного развития Карачаева-Черкесии Али Тамбиев и председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов. Сегодня Египет импортирует из России зерно и другую продукцию. Мы хотим экспортировать сельхозпродукцию и лесопромышленную продукцию. Считаю, что найдем точки роста развития отношений, сказал Тамбиев. Поддержка корпорации малого и среднего предпринимательства позволила предпринимателям Карачаева-Черкесии в 2016 году привлечь более 600 миллионов рублей инвестиций. Всего в прошлом году предприятия малого и среднего бизнеса республики получили 33 гарантии корпорации МСП, что позволило им привлечь банковские инвестиции на общую сумму свыше 607 миллионов рублей. Например, у корпорации есть прекрасная программа – 6,5. По стимулированию предпринимательства по ней было представлено 27 кредитов на общую сумму 599 миллионов. Вместе с тем в республике работают и такие региональные инструменты поддержки предпринимательства, как фонд микрофинансирования и гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса, уставной капитал которых составляет 50 и 140 миллионов рублей. В этом году планируется направить около 20 миллионов рублей на докапитализацию фонда микрофинансирования, который представляет микрозаймы от 50 тысяч до 3 миллионов рублей. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. Работы и экспертизы, которые обязательны при любом строительстве и реконструкциях. Следовательно, дополнительный перечень работ по благоустройству обсуждался, исходя из финансовых возможностей местного бюджета. В 2017 году на создание комфортной городской среды Карачаева-Черкесия получила порядка 95 миллионов рублей. Из них 50 миллионов выделены на благоустройство добровых территорий многоквартирных домов Черкеска. Остальная часть средств распределена между Медногорским городским поселением, поселками Эркен-Шахар, Кавказский, Майский, микрорайоном Московский и аулом Адыге-Хабль. Около 28,5 миллионов рублей задолженности за услуги по передаче электроэнергии взыскал в судебном порядке филиал МРСК Северного Кавказа «Карачаева-Черкеска-Энерго» с начала текущего года. С начала года в арбитражных судах Карачаева-Черкесии и Старопольского края на рассмотрение числилось 17 исков в отношении контрагентов на сумму более 44 миллионов рублей. Поводом для подачи исковых заявлений стали нарушения договорных обязательств по оплате полученных услуг и взыскании процентов за использование чужими средствами. Считанные дни остаются до начала на территории Республики летней оздоровительной кампании. Всего в этом сезоне откроют в своей двери 112 организаций отдыха и оздоровления детей, рассчитанных на пребывание 9271 ребенка. Из них загородных стационарных лагерей 7, палаточных стационарных 6, а остальные лагеря с дневным пребыванием детей. Продолжительность пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием составит 21 день, правда в одну смену, а в загородных стационарных лагерях 18 дней, число смен от 2 до 4. В туристических лагерях палаточного типа дети пробудут от 6 до 15 дней, от 1 до 5 потоков. К другим темам. Министерство физической культуры и спорта Карачао-Черкесии проводит встречи со спортивным сообществом Республики по вопросам профилактики терроризма и экстремизма молодежной среде. Одна из них накануне состоялась в физкультурно-здоровительном комплексе поселка Новый Карачай Карачаевского района. На Латкаринском заводе оптического стекла в Подмосковье прошла реставрация зеркального элемента крупнейшего в Евразии телескопа. Заказчиком работ выступила специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, расположенная в Карачаево-Черкесии. В задачу подмосковных специалистов ходило убрать с поверхности 42-тонного зеркала мельчайшие дефекты, которые до недавнего времени ликвидировать было невозможно. Сотрудники Латкаринского завода обработали оптический элемент инновационными инструментами, способными отполировать поверхность на уровне наночастиц. В сентябре обработанное зеркало отправят обратно в обсерваторию. Сейчас решается вопрос о его безопасном способе транспортировки. После масштабной реставрации зеркала сам телескоп станет точнее в 100 раз. В рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД» в Колледже культуры и искусств имени Аслана Даурова прошла масштабная образовательная лекция для студентов-первокурсников, посвященная профилактике ВИЧ-инфекции, проводимой Республиканским центром по борьбе со СПИДом. Участникам мероприятия рассказали об основных мерах профилактики, методах современной диагностики и многое другое. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии показатель заболеваемости равен 13 на 100 тысяч населения, при том, что показатель по регионам Северо-Кавказского федерального округа равен примерно 15 на 100 тысяч населения. В Доме культуры станицы Зенечукской прошел отчетный сбор Зенечукского районного казачьего общества. С основным докладом о работе общества в истекшем 2016 году выступил атаман Зенечукского районного казачьего общества, войсковой старшина Владимир Федоров. По итогам, представленным атаманом и правлением сбор, постановил признать работу Зенечукского районного казачьего общества в прошлом году удовлетворительной. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. В рамках года гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях Карачаева-Черкесии проходят занятия со школьниками. Ребята обучают действиям в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. В ходе уроков школьникам рассказывают о том, как важно соблюдать элементарные правила безопасности и напоминают некоторые из них. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. Новости культуры и спорта. 2 июня текущего года в Республиканском детском доме Черкеска состоится масштабная благотворительная ярмарка, на которую будут представлены творческие работы воспитанников учреждения. Специально к этому мероприятию дети подготовили и обширную музыкальную программу, в ходе которой продемонстрируют свои вокальные и танцевальные таланты. В настоящее время в детском доме проживают 54 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Женская футбольная команда «Дык Аререр» из Карачаева-Черкесии стала серебряным призером всероссийских соревнований «Кожаный мяч» 2017 года, проходивших по зелке Витязева. Турнир собрал участниц с 2006-2007 года рождения. В соревнованиях принимали участие 16 команд, которых распределили по четырем группам. Наши спортсменки попали в группу «Д». Здесь они боролись за выход в плей-офф с представителями Ульяновской области, нефтяником, а также командами из Белгородской области, Пемского края. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. Таковы вести Карачаева-Черкесии. С выпуском в студии была Валерия Дагужиева. Я с вами прощаюсь и желаю доброго дня и удачи в делах.